Глава пятая. Заражение, сохранение, отступничество. Вид фрески заставил Желемана остановиться. Это случилось еще до того, как поступили известия от 22-го, в те последние секунды, когда война на Тоасе еще шла по плану. В последующие наполненные болью годы Робаут не часто возвращался мыслями к этому моменту. Казалось бы, гораздо более страшные воспоминания должны были давно вытеснить его. Но даже в этот проклятый период, между Тоасом и Калтом, когда горело все то, во что Робаут верил, а он наивно ни о чем не подозревал, ему было противно думать, что он увидел на той фреске. Размышляя о войне на Тоасе, он всегда пытался поскорее проскочить этот эпизод. Многое об этом мире он хотел бы забыть. Желеман твердил себе, что память о произошедших там событиях несущественно, бесполезна и даже опасна. Избавиться от нее значит совершить доброе дело. Он хотел обратиться к тогдашнему себе, вразумить его. А потом, когда галактика воспылала и ему пришлось столкнуться с последствиями собственной слепоты, боль от той давней войны вернулась к нему с новой силой. Все то, чего он не видел или предпочел не видеть, аукнулось. Параллели с прошлым напрашивались сами собой, и его душу вновь сковали печаль и ярость. Желеман и отобранные им роты уже далеко углубились руины и продвигались на север. Петляющая дорога постоянно упиралась в наглухо заваленные перекрестки. Воинам приходилось идти в обход, выбирая самые просторные из туннелей, достаточно широкие для тяжелой техники. Под землей пролегали настоящие магистрали, открытые небу в тех местах, где обвалился высокий потолок. Здесь, как и в пирамиде, примарх видел фрагменты настенной живописи, поблегшие от времени и теперь выглядевшие неясными разноцветными пятнами. Но прямо перед тем, как все пошло кувырком, Желеман и его сыновья наткнулись на нетронутый участок крепостного комплекса. Проход вел через огромный сводчатый зал. «Зона сбора войск», — предположил Рабаут. Орки догола ободрали и ее. Но здесь следы мародерств зеленокожих виднелись даже на верхних платформах, своими размерами походивших на посадочные площадки. Пол был завален обломками, а от жуткой вони на глаза наворачивались слезы. Чужаки сделали это место своим обиталищем. Зеленокожие варвары годами уродовали стены нижнего уровня. Но выше, куда не могли достать ни орки, ни ветер, фрески сохранили свой первозданный вид, хоть и почернели от едкого дыма костров. Местная роспись выдержала испытания временем гораздо лучше, чем в любом другом регионе, по которым проходили ультрамарины. Прожекторы на танках осветили фреску. Желеман замер. Гейдж встал сбоку от него. Бойцы рот терпеливо ждали своих командиров. Машины приглушили двигатели, и мягкое эхо их размеренного рокота гуляло во мраке под сводами зала. Робаут смотрел вверх, внимательно изучая картину. Тематика явно была военной, что неудивительно. Полководцы по 30 метров ростом застыли на изображении в героических позах. А за их спинами виднелись выцвешшие очертания подчиненных им сил. «Эти формы выглядят знакомо», — сказал Гейдж, указывая на грубые силуэты. «Лэндрейдеры», — тоже узнал Желеман. Стало быть, они владели стандартными шаблонными конструкциями. Взгляд примарха вновь вернулся к военачальникам. Что-то в них притягивало к себе внимание и вызывало беспокойство. «В чем же дело?» — не понимал Желеман. «Анализируй детали». Он пристально разглядывал каждый сантиметр фрески, но не видел ничего, что показалось бы ему неправильным. Крой одежды, форма фуражек, суровые выражения на лицах — все это говорило о непререкаемом авторитете этих мужчин и женщин, восхваляя их доблесть и воинское мастерство. Возможно, ответ таился в скрытой части изображения, в тех туманных образах, что утратили былую ясность, но сохранили остатки заложенного авторами смысла. «Этим солдатам чего-то не хватает», — произнес Гейдж. «Согласен», — кивнул Желеман, чуть приблизившись к пониманию того, что не так с этой картиной. «Я не чувствую, чтобы они сражались во имя чего-то важного. Скорее, они сражались вопреки этому». «Да, иначе и не скажешь». Примарх смотрел на фреску всего несколько секунд, хотя ему самому, погруженному в раздумья, это время показалось вечностью. Но когда неприязнь Робаута наконец стала обретать форму, внезапно ожил Вокс. Орки перешли в контрнаступление, и 22-й Орден принимал на себя самые мощные удары. Зеленокожие выскочили на свет фар танков. Они миновали изгиб туннеля и ринулись к выходу на нижний уровень пирамиды, завывая в победной ярости. За считанные секунды твари заполонили весь проход от края до края. Здоровенные громилы нещадно вколачивали неудачливую мелкоту в стены, даже не замечая ее. Ия встречал врага у огромных ворот, стоя между лендрейдерами. «Туннель слишком широкий», — подумал он. «Все равно, что снова воевать на равнине». И скомандовал. «Огонь!» Лазерные лучи прожгли вражескую колонну, одним ударом испепелив множество орков. Сразу за ними в дело вступили тяжелые болтеры. Передние ряды зеленокожих исчезли в урагане разорванной плоти, крови и сполохов огня. Отдельные снаряды пролетали насквозь и били по дальней стене. Камень пронизала дрожь. «Туннель загудел», а затем все сооружения резко тряхнуло. В свете танковых фонарей воздух моментально посерел от пыли и каменной крошки, посыпавшихся с потолка. По стенам и полу побежали трещины. И с каждой секундой обстрела толчки лишь усиливались. Иос немедленно активировал ВОКС. «Всем ротам прекратить огонь! Бой вести только пехоте! Структурная целостность руин нарушена!» Только сейчас магистр понял, насколько обманчивой была внешняя сохранность пирамиды. Чтобы не пробило другие постройки и не пробило дыры в крышах туннелей, это место оно стороной не обошло. Колоссальный монумент былой цивилизации и сам застыл на грани гибели. Лендрейдеры 221-й роты умолкли, но дрожь не унималась. Разъяренные орки, сломя голову, неслись вперед по останкам сородичей. Иос все еще слышал откуда-то с верхних этажей гулкий ритмичный грохот снарядов, что отдавался в стены, потолок и даже камень под его ногами. «Отставить огонь!» – заорал он ВОКС. «Не стрелять!» – ритм стих. Толчки прекратились, но пыль еще сыпалась на пол и в туннеле, и в главном зале пирамиды. Орки преодолели уже треть пути до ворот. В сторону ультрамаринов со свистом полетели самодельные, но мощные крупнокалиберные пули. Тысячи уродливых топоров и мечей вскинулись в едином порыве, и в воздухе отчетливо запахло мускусным ароматом, неутолимой жажды крови. «Братья двести двадцать первые!» – закричал Иос и тоже воздел над головой силовой меч. Пыль мерцала ярким нимбом вокруг его объятого лазурным полем клинка. «За мной! Вперед! Отвага и честь! Они все мои братья, хоть многие так и не считают». Быть может, так и не считал вообще никто, но он был их магистром, и они ответили на его призыв. Могучий таран из синего с золотом керамита ринулся из пирамиды навстречу оркам. Шквал болтерных снарядов многократно превосходил по силе жалящий рой орочих пуль. Не уступая по смертоносности даже пушкам лейндрейдеров. Зеленокожие десятками падали замертво. В какой-то момент стало казаться, что волна застыла на одном месте. Но иллюзия прожила недолго. Прилив был слишком силен и велик. Он неумолимо приближался к ультрамаринам, и тысячи животных голосов сливались в едином оглушительном реве. В последние секунды перед столкновением передний край фаланги 22-го ордена вытянулся узким клином. И идущие позади по обеим сторонам возобновили огонь из болтеров. Наконечник копья вонзился в орду орков с силовыми мечами и цепными клинками наперевес. Два воинства сближались стремительно, но когда Иос первым врубился в Зеленое море, время будто еще больше ускорило свой бег. Орки проносились мимо, видя только легионеров перед собой и не обращая на него никакого внимания. Магистр рубил и расстреливал зеленокожих, и его движения складывались в повторяющийся смертоносный узор. Все происходило слишком быстро, чтобы твари успевали защищаться от его ударов. Одним взмахом силового меча Иос обезглавил очередного зеленокожего. Голова отлетела куда-то влево. Из обрубка шеи фонтаном брызнула кровь. Воин выстрелил из болт пистолета в багровую пелену и продырявил череп следующего врага еще до того, как тело первого рухнуло на землю. Между тем меч устремился в другую сторону и пронзил горло еще одного орка. Итого три трупа за два шага. Он рубил и стрелял, не останавливаясь ни на мгновение, и клинок в его руке был подобен ослепительной молнии. Словно жнец, он собирал свою кровавую жатву, все дальше погружаясь в дикий прилив. За его спиной легионеры 221-й роты тоже усердно сокращали поголовье орков. Каждый боевой брат сражался любимым оружием, в удобной для себя манере. Но все вместе они составляли единый смертоносный механизм. Всего за полминуты ультрамарины остановили волну зеленокожих. За полминуты кобальтовый клин глубоко вошел в зеленую орду. Целых полминуты магистру ордена Немезиды казалось, что попытка отстоять пирамиду вот-вот перерастет в настоящее наступление. Эта иллюзия продержалась намного дольше первой, но затем умерла и она. Поток орков не иссякал. Громадные бугаи продирались через своры меньших сородичей. Один протянул был обугрящиеся мышцами лапы к Иесу, но магистр вогнал три снаряда ему в грудь. Броня из ободранных металлических листов разлетелась дождем осколков. Разрывные болты пробили в теле дыры размером с кулак. Орк взревел от боли, но не остановился. Однако выстрелы сбили его прицел, и он ударил Иеса топором лишь плашмя, но зато с такой силой, что оружие переломилось. Иес услышал, как трещит на левом боку керамид доспеха. Его отбросило вправо, прямо на других беснующихся орков. Все они попадали в одну кучу. Иеса придавило к земле. Магистр зарычал, упер ствол болт пистолета в тело навалившегося сверху чудовища и выстрелил. Он нажимал на спусковой крючок так быстро, что взрывы снарядов буквально разметали нападавших. Воин встал на ноги, и в этот момент гигант схватил его обеими руками за плечи, заорав что-то на своем варварском языке. Орк рывком вздернул десантника в воздух, сжимая его изо всех сил и явно надеясь расплючит в лепешку. Оторвавшись от земли, Иес выбросил навстречу врагу руку с мечом, и орк буквально выпотрошил сам себя, бугая замер на мгновение, держа ультрамарина на вытянутых руках и таращись на него с неверием и гневом. А затем бессильно разжал пальцы, и Иес рухнул обратно в живой кипящий котел. Таких зеленокожих громил вокруг возникало все больше. Они двигались медленнее прочих, но представляли куда большую опасность, и убить их было намного труднее. Продвижение ультрамаринов постепенно замедлялось, пока не застопорилось окончательно. Теперь орки прибывали быстрее, чем легионеры успевали их убивать, и с каждой секундой кровавой сечи ярость придавала зеленокожим новые силы. Копье двести двадцать первой роты налетело на непробиваемый камень. Встать стеной, приказал Павоксу Иес, никого не пропускать. Клин ультрамаринов растянулся шеренга за шеренгой от одного края туннеля до другого. Если орки хотят вернуть себе руины, то сначала им придется пройти по трупам тысячи легионеров. И им только этого и надо. Пронеслась в голове Иеса упадническая мысль. И следом за ней пришла еще одна, не лучше предыдущей. Орки сражались вовсе не за развалины. Зеленокожие искали только хорошие драки, и они не успокоятся, пока от ультрамаринов не останется и мокрого места. Разве не поэтому легион прибыл на Туас? Разве не для того, чтобы искоренить зеленую заразу? Но открытие руин все изменило. Лорд Желеман приказал во что бы то ни стало их удержать и сохранить. Так что теперь Иес воевал не только ради уничтожения, но и во имя спасения. Внезапно в своих сердцах он ощутил укол зависти. Орки не знали никаких ограничений и подчинялись только своим низменным инстинктам. Сражались так, как хотели. И в этом была их истинная дикая свобода. Но в ту же секунду магистр отмел прочь поганые мысли и насадил голову очередного бугая на меч. Орки жили без цели, без смысла. В мире порядка и света их существование было не более чем недоразумением. Но при этом зеленокожие славились на всю галактику своей беспощадностью, своей силой и неутолимой жаждой боя и многочисленностью. 22-й Орден пытался сдержать воистину могучую волну. И осилился плыть против бешеного течения. Но сколько бы орков он не убивал, ему было более не по силам клинком и пистолетом остановить прилив зеленого моря. Ревущие твари бросались в бой и погибали, но лишь для того, чтобы другие с таким же ревом бежали к врагу по их телам. И так до бесконечности. 22-му Ордену не сдержать зеленокожих. Рано или поздно плацдарм в пирамиде падет. Но ведь нам и не нужно сдерживать их. Мысль снизошла на Иеса спасительным откровением. Он едва не рассмеялся, уклоняясь от топоров двух орков, а затем отступил на шаг и изрешетил обоих болтами. Теоретически, сохранность руин напрямую зависит от успешного истребления противника. Практически, обороняться не надо. Пора уничтожать. То, чему Иос позавидовал, ультрамарины обратят против самого врага. Им больше не нужны никакие плацдармы. Руины и так достанутся 13-му легиону, когда последний зеленокожий испустит дух. Довольно обороны. Обратился он по Воксу ко всему Ордену. Используйте любую возможность уничтожать врага. Истребление – вот наш девиз. Пусть подходят и падут от наших клинков. Помните, резервов у нас нет. Мы все здесь, братья, в одном строю. Сама по себе новая тактика мало что меняла. Но слова Иоса в первую очередь несли психологически важный посыл. Войны не будут дальше биться за какие-то непонятные чужие развалины. Теперь им предстоит защищать только своих братьев. Зная, что те прикрывают их, ультрамарины рассредоточились на несколько более компактных и мобильных групп, словно нерушимые скалы на пути орочего прилива. Хоровой клич, которым легионеры ответили на новый приказ своего магистра, придал ему энергии и разжег погашую было надежду. Иес вновь обрушился на ксеносов, орудая мечом и пистолетом. В постоянно колышущейся орде ориентироваться было невозможно. Плевать, любое направление сейчас верное, а шаг назад больше не означает отступление. Единственным мерилом успеха стали мертвые орки. Убийство. Вот истинный путь вперед. В нескольких метрах справа от Иеса погибли еще два легионера. От непрекращающейся стрельбы стволы их болтеров раскалились до красна. Орки наседали на воинов со всех сторон. И, умирая, буквально заваливали их собственными телами. В какой-то момент куча мертвого мяса стала настолько большой, что приняла на себя очереди, предназначавшиеся наступавшим следом зеленокожим. Твари не упустили свой шанс и целой толпой набросились на десантников. Иес попытался пробиться им навстречу, но было слишком поздно. Болтеры стреляли еще пару секунд, но затем топоры орков поотрубали легионерам руки, ноги и головы, а визжащие цепные мечи пролезли в щели доспехов. Магистру не хватило всего двух шагов, и кровь снова омыла каменный пол. Только теперь это была не мерзкая вонючая жижа, а героическая кровь сыновей Желемана. Иес размашистым ударом рассек хребет одного из нападавших. Он выпустил по дуге очередь из болт-пистолета, неся возмездие за убиенных братьев. Виновные твари расплатились жизнями. Но что такое несколько погибших орков для необъятной орды? Теоретически, каждая наша смерть – огромный шаг назад, и крыть это было нечем. Иес прибег к обоснованной и действенной стратегии, но в конечном счете все решало численность. На место каждого мертвого орка вставало два десятка других, а вот потери ультрамаринов были невосполнимы. Новая тактика позволила лишь выиграть немного времени. Магистр надеялся, что его хватит, чтобы, наконец, отбросить зеленый прилив. Но это казалось не так. Отвага и честь! Иес кричал, облачая в слова истину, которой он жил и ради которой сражался. Истину, несущую свет победы даже в самую густую тьму. Кричал и не знал, дано ли ему будет увидеть его снова. Желеман возглавлял марш-бросок через туннели на север, проклиная каждый тупик, из-за которого приходилось возвращаться и петлять окольными путями. Все это сильно замедляло продвижение ультрамаринов. Отчеты от других орденов непрерывным потоком поступали Хаброну. А тот уже сообщал примарху обо всех переменах на поле боя. Ситуация менялась слишком быстро. В данный момент все пирамиды находятся под атакой двух направлений, доложил технодесантник. Орки держат осаду извне и проводят диверсии изнутри. Судя по масштабам боев, мы имеем дело не просто с диверсиями, поправил Желеман. Вас понял, лорд-примарх. Хаброн умолк. Рабаут слышал, как он что-то тихо и бесстрастно бормочет себе под нос, анализируя поступающую информацию. Основные силы врага действительно нападают из руин. Какова внешняя обстановка? На всех позициях, кроме одной, орков удается сдерживать. Хорошо, подумал Желеман, если бы у двух группировок зеленокожих получилось соединиться на каком-то участке, это означало бы не только поражение отдельного ордена ультрамаринов. Это означало бы крайне скверный поворот для битвы в целом. Мы смогли локализовать орков снаружи, нападений из туннельного комплекса пока не было. Еще лучше, на оборону, захваченной первым орденом пирамиды, Рабаут оставил относительно небольшой отряд. Общая схема остается неизменной. В северных секторах руин концентрация орков намного выше, чем в остальных. И вот это крайне любопытно, сказал Желеман. Почему так происходит? Откуда они прибывают? В сражении на равнине ультрамарины основательно проредили орду зеленокожих. И казалось, что подкреплений тварям ждать неоткуда. Орки не из тех, кто привыкли держать резервы. Нападение из туннелей гораздо серьезнее, чем можно было изначально ожидать. Желеманов стревожили нетипичные действия орков. Зеленокожие нанесли неожиданный удар в тылы ультрамаринов, стремительно возникнув в огромных количествах непонятно откуда. Рабаут окинул взглядом к краю туннеля, по которому маршировала фаланга. Проход был настолько широким, что стены терялись в густом мраке. Но прожекторы танков периодически выхватывали из темноты небольшие боковые ответвления. Из докладов разведчиков примарх знал, что внутри их обнаружатся еще меньшие дороги. Теоретически, в любом туннеле подземного комплекса могли находиться обходные пути и шахты. У орков был век или даже больше, чтобы вдоль и поперек изучить каждый закуток этого бесконечного лабиринта. Идея о том, что зеленокожие громилы могли проявить стратегическую дальновидность и сознательно воспользоваться потайными тропами, не укладывала Сурабаута в голове. Но при имеющихся сведениях ничего лучше он придумать не мог. Жди нападение даже тогда, когда оно кажется маловероятным. Легионеры в других пирамидах уже расплачивались за непредусмотрительность. Желеман вновь открыл командный вокс-канал. «Ультрамарины, слушайте меня! Помощь уже в пути! Продержитесь еще немного, и мы вместе уничтожим врага! Я иду на север! Будем истреблять орков поэтапно! Каждая победа освободит новые силы для поддержки остальных!» «Легионеры двадцать второго ордена, вам приходится труднее всех. Вы героически сражаетесь, и скоро братья из всех орденов присоединятся к вам, чтобы покарать зеленокожих за их дерзость. Вместе мы захватили эту крепость, и вместе мы очистим ее!» Он замолчал и втянул носом воздух. Его губы сжались от гнева. «Контакт!» – предупредил Хаброн. «Знаю!» В ярости он начал впечатывать подошвы сапог в пол с такой силой, что те откалывали и подбрасывали в воздух кусочки камня. Рабаут вызвал по воксу Гейджа. «Марий!» Магистр Примус вернулся на свое прежнее место в середине колонны. «Не останавливаться!» «Не тормозить!» «Ни за что!» «Вас понял!» Тьма исторгла орков. С безумным ревом они хлынули из боковых проходов, набросившись сразу на треть фаланги. Не успел Желеман оглянуться, как воющие зеленокожие окружили ультрамаринов со всех сторон. Загрохотали болтеры, и вспышки выстрелов залили пространство слепящим серебристым светом гибельной зари. Враги наступали и спереди. Чуть дальше огромный туннель расходился еще на сотни метров и плавно поворачивал на запад. Желеман услышал и учуял стадо диких зверей еще до того, как оно показалось на глаза, и прибавил ходу. Шутки кончились. Эти безмозглые создания оскверняли все то, во что Рабаут верил и чего старался добиться на войне. Своими выходками они попирали все существующие правила боя, и теперь они посмели путать ему планы на ТОСе. Довольно. Своим отказом от осмысленных методов войны они нанесли примарху личное оскорбление. Желеман ринулся на орков и на ходу открыл огонь из арбитратора. Он и инвикты ударили первыми, стремительно и яростно. И беспощадно. Туннель задрожал. Орки умирали. 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 Но буйство битвы притягивало все новых и новых. В стратегии у Микаваскора Геерак следил за экранами тактикариума и слушал летанию отчетов, которые поступали на командную кафедру с мостика внизу. Сервиторы безжизненными голосами монотонно зачитывали постоянно изменяющиеся списки координат, данные о перемещениях войск и сведения о растущих потерях. Операторы Авгуров и Воксов докладывали точно и коротко. Но Гееракс ясно видел их напряжение. Офицеров выдавали тела, едва уловимые жесты вроде слегка поникшего плеча или наоборот напряженный, как струна спины. С приходом новостей от 22-го ордена Гееракс и сам разрывался между яростью и отчаянием от собственного бессилия. Он отключил все вокс-каналы, кроме командных, и уже несколько раз одергивал себя, чтобы не заговорить. Капитан не хотел влезать в переговоры, не имея четкой картины происходящего и не видя, чем он может быть полезен. Потоки данных рисовали весьма мрачную картину. С одной стороны, Гееракс понимал тактику примарха. Желеман пробивался на север, тогда как другие ордены держали оборону на своих позициях. Подкрепление определенно склонит чашу весов в пользу ультрамаринов. Победа на одном участке позволит воинам оказать помощь братьям на следующем. И так далее. До тех пор, пока объединенная мощь легиона не обрушится на крупнейшую группировку орков, осаждающую 22-й. Штурмовые катера уже разгоняли огнем скопление зеленокожих вблизи самой северной пирамиды. Этого недостаточно, пробормотал Гееракс. Орден был разделен, твари же наступали единым фронтом. По приказам, которые выкрикивали магистры-капитаны, Гееракс отслеживал перемены в ходе боя. Положение дела было очень шатким. Теоретически, примарх не успеет вовремя. Практически, разрушители успеют. Я могу положить этому конец. Гееракс вклинился на командный канал, зная, что его услышат все старшие офицеры. «Магистр, запрашиваю разрешение на высадку десантными капсулами 2-й роты разрушителей. Мы будем у вас через несколько минут. Наше оружие в запросе отказано», — отрезал Иос и вдруг захрипел, словно получил сильный удар. На несколько секунд все голоса утонули в отрывистом грохоте выстрелов из болт-пистолета. «Мы нужны нашим братьям», — попробовал настоять Гееракс. Канал оставался открыт. Другие капитаны слышали их разговор, но ничего не говорили. Судя по грохоту взрывов и реву цепных мечей, у них и своих проблем хватало. Но внезапно все звуки пропали. Иос переключил Гееракса на личный канал. «У нас приказ охранять руины», — заявил магистр ордена. «У вас ожидать команды к развертыванию, а не напрашиваться на него», — и оборвал связь. Сирос вогнал свой цепной меч в грудь вожака. Ростом орк почти не выделялся среди сородичей, но был гораздо шире их. Настоящий танк из костей и плоти. В каждой руке он держал по молоту и яростно размахивал ими. На доспех Сироса сыпались удары чудовищной силы. И даже когда зубья цепного меча принялись свизгом перемалывать в кровавую кашу мышцы и ребра, орк не унимался. Из раны мощной струей брызнула кровь, на несколько секунд ослепив Сироса. Молоты били снова и снова, как будто этого мало. Еще один орк бросился на война сзади. Зелень и багрянец захлестывали капитана. Навалившись на меч, Сирос протолкнул оружие глубже в тело противника. Лезвие вырвалось из спины монстра, и тот, наконец, бессильно опустил руки. С треском раздираемых костей и влажным чавканем мяса туша откинулась назад, развалившись надвое. Крутнувшись на месте, Сирос направил цепной меч в бок второго орка. Бугай поменьше предыдущего завопил от невыносимой боли. Десантник зарубил врага одной рукой и трижды выстрелил вправо из болт-пистолета, снеся верхнюю половину черепа зеленокожему с мечом длиной больше человеческого роста. Вокруг него вырастала клетка из тел. Новые орки все прибывали, и с каждой секундой оставалось все меньше пространства для маневра. Сирос понимал, что эта зеленая волна заживо похоронит его и всю его роту. Он следовал стратегии Иоса и возглавил тактику, с самого начала зная, что атака обречена на провал. Тварей попросту слишком много. При поддержке тяжелой техники их можно было отбросить назад. Но связанные приказом танки простаивали без дела, отстреливая столько из тяжелых болтеров, а это было все равно, что забрасывать камнями цунами. Зеленокожие рвались в бой, нещадно растаптывая тела своих погибших сородичей. Наступление 223-й роты захлебнулось еще до первого перекрестка, налетев на встречный поток ксеносов. Орда нахлынула на ультрамаринов, с каждым приливом унося жизни братьев. Сколько бы легионеры не убивали, врагов становилось все больше. Неистовые зеленокожие чуяли любую слабость, видели любую брешь в строю воинов императора и не упускали шанс ими воспользоваться. Каждый растерзанный десантник лишь подстегивал беснующихся орков. Как вода точит плотину сквозь трещины, так и зеленокожие неумолимо разрушали 223-ю роту. Сирос закричал от безысходности. Вращаясь на одном месте, он рубил тянущиеся к нему лапы и отстреливал клыкастые головы. Больше никаких отступлений. Так Иос сообщил по воксу о смене тактики. Каждый убитый враг – это шаг вперед. Для магистра может так и есть. Возможно, двумя уровнями ниже орки давят не так сильно. Но здесь, наверху, все по-другому. Сирос сражался так яростно и убивал так стремительно, как никогда не сражался и не убивал за десятки лет службы в Легионе. И все равно он постоянно отступал. Даже когда ему удавалось на пару мгновений дать отпор, это все равно ничего не меняло. Потери неумолимо росли, а Иос все настойчивее подгонял орден прорываться дальше. «Мы потеряли инициативу», – подумал Сирос. «Теперь 223-я рота сражалась за выживание. Орки живой стеной перекрыли туннель, и даже если перебить их всех до последнего, получившаяся гора трупов все равно будет наползать, оттесняя ультрамаринов». «Сомкнуть ряды», – скомандовал он, – «плечом к плечу. Каждый из нас – щит, оберегающий братьев». Впрочем, надобности в приказе не было. Войны роты и так держались ближе друг к другу. Капитан говорил для тех легионеров, кого, как и его самого, орки изолировали от остальной роты, перебив ближайших соратников. Вперед хода нет. Вокруг лишь сплошное зеленое море. Сирос кружился и убивал. Вот он разрубил очередного орка сверху донизу. Между двумя распадающимися половинами тела капитан увидел, что нескольким разрозненным бойцам удалось собраться в отряд. Эдакий крошечный островок в сердце бури. Он бросился в их сторону, мечом и болтером расчищая себе путь, топоры и сикачи полосовали доспех. Орки стреляли по нему в упор, и хотя они больше ранили самих себя рикошетами, удары пуль не проходили бесследно. На линзах шлема Сироса вспыхивало все больше янтарных и алых рун, предупреждавших о серьезных повреждениях. Сервоприводы жалобно выли. Механизмы левой ноги отзывались с микросекундной задержкой. Сирос пытался своими силами компенсировать сбои брони, сражаясь еще усерднее. Он блокировал мечом цепной топор очередного зеленокожего. Металл встретился с металлом с истошным визгом, и мотор орочего оружия задымился. Капитан выстрелил в нападавших справа зверей, а в это время его достали сикачом слева. Топор сильнее надавил на меч. Сирос проигнорировал боковые удары и, вскинув пистолет перед собой, выпустил очередь ворка и его оружие. Его топор взорвался и окатил горячим прометеем всех вокруг. Жидкое пламя стекло по доспеху космодесантника, но жадно ухватилось за лица его ближайших противников. Ослепленные, они взревели от боли и гнева и отчаянно замахали клинками. Не теряя ни секунды, Сирос в яростном запале предал их всех смерти. До отряда оставалось всего ничего. Прорубаясь навстречу товарищам, капитан рычал от усилий и отвращения. На ходу он заметил нескольких таких же, как он, одиноких воинов, которые пытались пробиться к группе. Умом Сирос понимал, что в его движениях свирепая беспощадность вытесняет точность. Скованность в пространстве делала все его отточенные боевые навыки бесполезными. И это приводило война в ярость. Он злился на орков за то, что те переломили ход боя в свою пользу. Но еще больше, он злился на магистра ордена. Георак спросил у него разрешения помочь, потому что видел, насколько это необходимо. Аиас даже не удосужился ответить ему открыто, чтобы слышали другие капитаны. Чего ты дергаешься? Мысленно обратился к магистру Сирос. Не хочешь, чтобы мы слышали? Пускай. Всем и так все понятно. Тактика, определявшая ход войны до сего момента теперь утратила всякий смысл. Спасать в этом регионе нечего. А значит, пора вернуться к истинной цели. Истреблению врагов человечества. Это и безо всякого анализа понятно. Распаляемая ненавистью и отчаянием, капитана изнутри сжигала желание дать оркам достойный отпор. Вырвать победу из их мерзких лап. Ответить силой на силу. И Сирос больше не собирался держать свою ярость в узде. Лендрейдеры. Вызвал он экипажи танков. Применение тяжелого оружия санкционировано. Цели без изменений. Огонь по готовности. Техника никуда не двигалась. Враг был повсюду. И стрелки палили из бортовых тяжелых болтеров на 360 градусов. Они убивали сотни орков, не давая им забраться на крыши боевых машин. Со всех сторон их подпирали горы изувеченных трупов и стрелянных гильз. Но танкам никак не удавалось расчистить хоть немного пространства для воинов роты или ослабить натиск завывающей орды. Бронетехника выстроилась линией у входа в туннель. Сирос предполагал, что лендрейдеры станут для врага нерушимой преградой. Но на деле они оказались всего лишь камнями посреди бурной реки. Однако теперь все изменится. Шесть пар сдвоенных ласпушек выстрелили одновременно, наполнив туннель ярко-красным светом. Сотни орков испарились в мгновение ока. По пирамиде прокатилась волна жара столь сильного, что от него на коже вздулись волдыри. От пронзительного шипящего взвизга заложило уши, но уже в следующую секунду он стих, уступив верховенство стаккато тяжелых болтеров. Автоматические орудия вновь выпустили в коридор шквал реактивных снарядов, разрывая на куски ошеломленных орков, пока ласпушки накапливали энергию для следующего залпа, который не заставлял себя ждать. Воздух в пирамиде стал горячим. Такое количество единовременно выпущенной энергии, испепеляющей столько тел. Орки заполонили практически все пространство туннеля. Не меняя должного выхода, жар накапливался под его сводами. Оружие, предназначенное для использования на открытой местности, раскалило внутренние стены. Лендрейдеры выстрелили в третий раз. Капитан Сирос, Вокс чуть не разорвался от голоса Иоса. Что вы творите? Прекратить огонь! Повторяю, прекратить огонь! Я побеждаю в этой войне! Подумав так, Сирос отключил связь. Четвертый залп. Пятый. От немыслимого жара камень в туннеле начал светиться. Капитан увидел, как с другой стороны от танков в главном зале пирамиды мелкие орки корчатся на полу, а их кожа тлеет и дымится. Натиск орды ослаб. Сирос присоединился к отряду. Скоординированный огонь воинов помог ему добраться. И впервые за несколько часов капитан ощутил себя на свободе, чтобы вновь обратить против зеленокожих всю искусность ультрамаринов и их методов войны. Наконец-то орки подыхали быстрее, чем пребывали. Ласпушки стреляли снова и снова. Виск опустошительной энергии и раскалывающие головы грохот ударных волн вторили друг другу в хоре идеального разрушения. Сердца Сироса откликались этой прекрасной песни. Ему казалось, что гнев покинул его тело, обернувшись кошмарной сущностью и теперь сам крушит развалины изнутри. Капитан явственно слышал удары его могучих кулаков и треск ломаемых костей древней постройки. С каждым разом этот звук становился громче и Сирос вдруг понял, что это не его разыгрывающиеся воображения. Все происходит на самом деле. Пробудилось нечто большее, чем подобная новорожденной звезде ярость ласпушек. Звук доносился отовсюду. Колоссальный, глубокий, сулящий погибель. Сирос поднял голову. Свечение распространялось по поверхности туннеля, словно кровь по венам внутри каменного тела пирамиды. Пламя и вспышки болтеров тоже по-своему озаряли пространство. И в этом свете Сирос увидел, как паутина трещин расползается по стенам к вершине пирамиды. Сверху посыпался град каменных обломков. Все более крупные куски откалывались от потолка и падали на пол верхнего уровня. На его глазах вся постройка согнулась, словно дерево под порывом ветра. Камни под ногами капитана заходили ходуном и начали разъезжаться в разные стороны. Пирамида натужно застонала, прямо как живое существо в миллионы тонн, которое проснулось лишь для того, чтобы сделать свой последний вздох. А затем все вокруг накрыла тьма.